Друзья, всех приветствую! Марк Фегин у нас в эфире. Вы видите, это будем обсуждать события, которые, честно говоря, расстраивают и огорчают и радуют тоже. Такие тоже есть. Здравствуйте, Марк. Да, рад приветствовать, Наталья, рад приветствовать всех зрителей. Ну вот начну с того, что огорчает. Знаете, целые сутки была истерика по поводу удара по больнице Аля Кли в Газе. Оказалось, что все это фейк, один большой фейк, что ракета ударила, но не израильская, ударила, но фактически не по больнице, а по стоянке, которая находится рядом. И какое-то количество людей погибло, на какое неизвестно на самом деле. И тут, честно говоря, встает вопрос, который очень интересен. Мы живем действительно в то время, когда фактически информационная сфера вас может подчивать чем угодно. И люди выбирают действительно не то, что является правдой и истиной, а то, что им удобно верить. Нет, ну, обычно. Ну, во-первых, вы понимаете, вот как говорят, а вот они тоже как бы вот на больницу. Вот комментирую события 7 октября. Ну там же ведь расстрел был прямой, как бы заход на территорию. И отвернуться от этого невозможно, понимаете? Так сказать. И говорят, что это фейк, что это неправда, что это переодетые израильтяне. Хамас убивали людей. Это учитывая обширные видеозаписи, видеосвидетельства, которые сами же боевики Хамаса и делали. А с ракетой, когда вот падает какая-то ракета, всегда, понимаете, это требует, ну, и доказательств, и проверки, и расследования полноценного. Ну, во-первых, шил в мешке не утаешь, если действительно ракета упала не израильцем. Она же из материала состоит. Куски ракеты, они же валяются, понимаете? То есть не может... Представьте тогда эту израильскую ракету. Покажите, что вы ее на месте нашли. Как не странно об этом от Джазира первая начала говорить. Ну да. Они сейчас сняли, да. Да, да. Ну, они снимали в прямом эфире, и там видно было, и это все. Но я уверен, что поскольку об этом Байден заявил, что Пентагон дал эту информацию, скорее всего, у них есть спутниковые и другие средства, которые фиксируют вот эти пуски, безусловно. Это клочок земли-то маленький, 40-40 километров. И поскольку они постоянно обстрелят территорию Израиля, он там каждый сантиметр, конечно, просвечивается. И это первый момент. Поэтому вот что касается экспертизы и технических доказательств, я уверен, что они будут, и они будут представлены. Но, с другой стороны, самое-то главное. Ну ладно, я бы понял. Ладно, взорвали медицинский центр, под которым главный медицинский центр в секторе ГАЗа, которому находится штаб ХАМАС. Он находится именно в подвале под медицинский центр, зная, что туда не выстрелят. Что логично, да, что израильтяне не бьют по медицинским центрам, и они поэтому там расположили свой штаб, о которых знают все, что он именно там и расположен. И вдруг ни с того, ни с сего не по тому центру, где находится ХАМАС, а надо было выстрелить по какому-то другому, в другом месте находящемуся в медицинском центре. Какая в этом логика для израильтян? Ну, сбили бы тогда, уж есть все равно скандал. Так били бы там, где штаб? Ну так, по логике-то вещей. То есть, я к тому это говорю, что, конечно, бывает, и ракеты не туда летят, и падают, и хотели туда, упало сюда. Но это все поддается проверкой. Это не какой-то там территория Украины, туда-сюда что-то летает, да? Иди разбери. Это же маленькая земля. Вот они пуски, вот там их в бинокле смотрят, как этот купол работает, как прилетают туда ракеты, сюда, мои вот знакомые израильтяне, которые живут в Ашдоди, в Армадгане, там, в Тель-Авиве. Они видят в бинокль, как это все летает, туда-сюда, понимаете? То есть, повторяю, шило в мешке не утаишь. Если это израильская ракета, значит, будет установлено, что это израильская ракета, кто бы чего ни говорил. Если это все-таки ракета исламского джихада, как говорят, что он пустил эту ракету, ну, значит, исламского джихада, только извините, прекратите обстреливать, прекратите совершать теракты, ничего из этого вообще не будет. Это вы сами укокошили 450 мирных граждан, которые в этой больнице находились. Ну, мы сами уже сто раз говорили, что мы не военные эксперты, но, тем не менее, трудно себе представить, как одна ракета может, как вы говорите, укокошить 600 человек. Ну, это должно что-то сдетонировать, что-то взорваться. Ну, должно быть. Мощные склады чего-то. Может быть. Но я говорю, что это все требует... Пустите международных инспектов, пустите международных расследователей, пусть они туда быстро приедут, а то он действительно посмотрит, действительно сравнят и так далее. Там говорили о воронках, которые должны быть после израильских ракет. Но, повторяю, военные эксперты разберутся. Если они независимы, если они беспристрастные, но они легко это все установят. Это не какая-то сейчас 21 века. Это все устанавливают. Там анализ радиологический проводится. То есть, обмануть невозможно, понимаете? Все пробы снимаются. И там совершенно очевидно, какой порох использовал, какие там взрывчатые вещества. Но невозможно обмануть, понимаете? Я думаю, что сейчас просто все ушло в сторону мифа, пропаганды, фейка. И, конечно, так сказать, они заявляют, «Хамас – это израильская ракета». И кто-то их поддерживает. Там, Саудовская рака видел заявление. И другие, они не считают нужным разбираться. Потому что виноваты, значит, за все они чертят ответственность. Погодите на первичную ответственность на тех, кто это все затеял. То есть, не надо было приходить 7 октября резать, пилить. И ночью, они еще ночью начали обстреливать. Эти 5 тысяч ракет выпустили. А получается, за последствия должны расплачивать. Это как если бы украинцы сейчас за все были виноваты. А почему они виноваты? Они что, начинали? Они что, напали на Москву? Они что, 24 февраля взяли, начали обстреливать Москву, убивать людей? Вот был кто-нибудь это видел вообще? Ну, так за все несет ответственность начавшие. Потому что для войны и вопросов войны, кто первый начал? Центральный вопрос. Центральный вопрос. Кстати говоря, вот по поводу этих разговоров, что мирные жители – это мирные жители, а боевики – это боевики. Сейчас западные журналисты сделали большое интервью с жителями приграничных областей Израиля. Оказалось, что вместе с боевиками приходили. И простые палестинцы, жители, так сказать. И тоже убивали, и грабили, и все на свете. Да, в надежде, я так понимаю, немножко пограбить. Поэтому говорить, что когда там Хамас долго живут боевики на этой территории, что не происходит вот это сращение ментальное, я думаю, что не приходится. Да нет, ну это раз. А во-вторых, как бы, а кто такие боевики Хамаса? Все те же мирные граждане. Только они ставшие членами организации, ставшие военнослужащими. Или как у них там идет градация. Но это очевидно. Другой вопрос. Тем не менее, на мирных гражданах, как вам сказать, у них презумпция изначальная. Они ее могут нарушить. И они могут повести себя, лишая себя права на безопасность и защиту, как уже полноценные участники Хамаса или преступники, которые совершают и военные, и другие преступления. Но мы изначально исходим из презумпции. Мы даем им шанс и говорим о том, что, конечно, палестинское мирное население не должно страдать. Конечно же, их надо отвезти, им надо создать коридоры. Мы эту презумпцию им даем. Но если уж как бы люди по-другому себя ведут, ну тогда извините. На что вы это пенять-то? Если вы сами хотели поживиться и убивали и так далее, ну так что же вы дали в ответ? Вы что же дали, что вам, значит, мацы принесут? Но так не будет. Поэтому мы пока исходим, пока не доказано обратно или там условно не установлено обратно, мы исходим из того, что мирные граждане страдать не должны. По возможности их надо, конечно, оберегать. Да, они оказались в условиях между Сциллой и Харибдой. И в Египет не пускают, и в Израиль нельзя. А тут тебе Хамас с думом со стволом, значит, к спине. И что делать? Наверняка есть, наверное, и те люди, я вот уверен, которым это вот тут вот это все сидит. Вот так вот, понимаете? Вот так все сидит. И они хотят просто купаться в Среднем море, работать, торговать, учиться. И не заниматься этой херней всей. Наверняка же они и есть среди этих двух миллионов. Такие люди по всему есть, безусловно. Еще один интересный вопрос, знаете, вот ведь мы видим, как там во многих городах и столицах мира проходят вот эти вот демонстрации, многотысячные, исламские и так далее. Вот, знаете, все-таки не организуешь просто так многотысячные страны. Нет, 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 нет. Вот вопрос, а кто и когда и сколько денег вливает в это? Такое впечатление, знаете, как в старом анекдоте, а я как знал называется, а вот больница, а вот взорвали. И тут мы выходим все, тут 50 тысяч, тут 15 тысяч. Кто занимается по всему миру организацией вот этого безобразия? Вы очень по адресу обратились. Вы знаете, я был тем человеком, который дважды организовал глобальные акции. Я вот именно я. Первая была по поводу Пусси Райт. Вот чтобы вы понимали, вот эти вот все инициативы, группы, значит, организованы были центральным образом мною. Акции Пусси Райт в 12-м году, когда ушел процесс. Мой твиттер, он дублировался там на английском, на других. Я, значит, давал команду, что в этот день мы все выходим. По всему миру выходили, вообще по всему миру. Русскоязычные, англоязычные, там, другие язычные и так далее. То есть должен быть единый центр, который дает эту установку. Понимаете? Почему именно в этот день, в этот час на главных площадях ваших столиц? То же самое было с Савченко. Но это был меньший масштаб в силу того, что это в украинские общины выходили. Ну, там русскоязычные, украинские, немножко другие. В разных местах, от Канады, там, да, от Парижа. Ну, и еще несколько было таких. Вот мы сейчас организовывали в связи с Саакашвили и так далее. Что такое единый центр? Это не всегда даже деньги. Хотя в отдельных случаях это именно деньги. Потому что нужно, чтобы пресса поддерживала и так далее. Вот когда спустирает, я вкладывал деньги в то, чтобы пресса об этом писала, анонсировала и так далее. Какие-то вещи даже делали специально. Покупались площади рекламные. Но это было поначалу. Потом этого не требовалось совершенно абсолютно. И все эти акции, которые прокатывались по миру, они шли сами собой. Уже ничего не надо было делать. Ты людям просто толкнул какую-то, так сказать, дату, идею, смысл, мем, лозунг. Все. Дальше работает все само. Ты ничего не делаешь. Они сами все делают. А в случае, когда сейчас это все разматывается, я думаю, конечно, безусловно, в это вложены деньги. Ну, прежде всего, Катара. Я думаю, Катар этим занимается. Который, так сказать, главный покровитель Хамаса наряду с Ираном. Но просто Катар не находится под санкциями. Катар не является страной в изоляции. Более того, Катару принадлежит Аль-Джазира. Мало кто знает, да, и миром Катара. То есть, Катар в значительной степени очень вовлечен в это во все. Можно сказать, что и Москва какую-то свою руку приложила. Но она со своей стороны. Может быть, она не столько организовывает мусульман по общинам мусульманских по Европе. Сколько... Ну, вот ты вкидываешь резолюцию, которую не принимают. Ты ее в таком редакции вкидываешь, которая не принимается. Потом эту тему разматываешь. Это же тоже греф такой. Понимаете? Подогрев настроений. А вот же, вот же. Вот резолюция. Создание палестинского государства. Что вот прекратить недопустимость операции наземные, так сказать, и так далее. Это же тоже в эту же копилку. Понимаете? Здесь единым центром является только тот, кто задает тренд. Остальные просто действуют сами по себе автономно, как сетевая структура. И оно работает само. Могут ли люди сами выйти? Ну, конечно, они могут и сами выйти. Но они, если они локализованы, они глобализованы. Они каждый в свою дуду будут. Понимаете? Выходить в разных местах, в разное время, с разными лозунгами. И непонятно, приведет ли это к агрегации всего протеста. А когда есть единый мозг, это не обязательно единый центр, вот конкретная клавиша, конкретный компьютер, который вырабатывает стратегию компании. Вот это важно. Почему? Потому что, смотрите, она правильно сартикулирована компанией. Они большей частью не выдвигают лозунг о защите Хамаса. Это происходит по ходу. Они говорят о защите правды. Защита Палестины. Палестины. Палестинцев. То есть это тоже правильным образом сартикулировано, что не надо Хамас. Не вешайте флаги, у них же есть эмблемы, шевроны, Хамас. Не надо, это будет раздражать. И как бы это исламистская организация. Нет, вы говорите о защите палестинского миронаселения, который страдает, который то-се, 5-20-е. А уже на самих этих мероприятиях, конечно, там и активисты, там и энтузиасты и так далее, которые говорят, а что Хамас? Хамас ничего не совершал. Хамас это не террористическая организация. Мы вот видели в Америке и в Лондоне такие вот вещи, там даже видео размещены, где, может, палестинки, может быть, там из других мест, с Ближнего Востока люди, они вот как бы отыгрывают в пользу того, что а что Хамас? Хамас это вот популярная политическая организация внутри палестинского сопротивления и так далее. То есть, конечно, и безусловно, это все организовано. Просто я говорю, это не примитивные организации, какие-то эмиссары разъезжают. А сейчас в сетевом мире это центры принятия смыслов. Конечно, это и не надо. Когда саму денег можно перевести за 10 секунд. Конечно. И когда у вас есть в руках компьютер. Да, крипто это все и так далее. Зачем эмиссар, если у вас есть счет в банке называется? Да, да, конечно. Знаете, мне кажется, что в этой ситуации Израиль должен быстрее поворачиваться. Совершенно с вами согласен. Информация о том, что это была не израильская ракета, видимо, была еще вчера поздно вечером, потому что Байден все-таки принял решение лететь. А он же должен был знать подлинное положение вещей. Я уверен, ему сразу сообщили. Это с одной стороны. С другой стороны, уже все знали об этом к средине дня. Но с утра, с утра, Марк, ВОЗ, там, я не знаю, ООН, еще там какие-то, уже заявили свой протест. ООН, которая полгода не могла определиться, а что же происходит в Украине? Война или не война? Точно точно. Они никак не могли родить вообще ничего. Они вдруг за ночь вообще прозрели, знали точно, что это израильская ракета и что нужно свой протест выразить. Но то есть ведь это все же шито белыми нитками. Нет, в этом нет никаких сомнений, потому что мы знаем цену всей этой публики. Вот там как раз и задействован глобальный интерес, и деньги, и много чего. Вот тут как раз в кабинетах, в бюрократии международной, в глобальной бюрократии, безусловно, конечно, тут уже и интересы большие. Тут не только тема гуманитарная и так далее, там уже и деньги. Безусловно, Палестинская автономия получала гигантские деньги. А кто поручится, что это откатов не было никаких, понимаете, на уровне исполнения? Кто поручится? Причем ООН вот скажет, ну чего ты вот там наговариваешь? Слушайте, ООН много раз хватали за руку. Сын Кофе Анны чуть не сел за нефть в обмен на продовольствие по иракской программе. Пожалуйста, почитайте покойного Кофе Анны, почитайте. Все это есть. Там дела прокатывались с этими, значит, деньгами халявными в свое время, так сказать, такие масштабные. Как это покупали, вы знаете, какой рынок был этих парниковых газов торговли, значит, квотами? Все это тоже через структуру ООН. Это гигантский рынок, какие-то миллиарды долларов, какие-то сотни миллиардов долларов. Нет, ну понятно, что вообще как бы миф о том, что Запад не подкупен, это миф. Ну, во всяком случае, мы сейчас об ООН говорим. ООН, через которую идут деньги на помощь палестинской автономии и всему остальному. Эти деньги могут идти совершенно разнообразным образом. Совершенно невероятным, так сказать. И коррупция, безусловно, в этом присутствует тоже. Поэтому вот эта часто кажущаяся солидарность, такой вот протест единый, да, и так далее, он может быть просто элементарно, что они просто присоседились к этим потокам, которые шли-шли-шли, а сейчас неизвестно, что будет, будет ли автономия, будут ли эти потоки, будут ли эти миллиарды долларов. И такое тоже, такая мотивация тоже. И кто скажет, что под ней нет никаких оснований. Там, где действительно опасно, понимаете, укусить Израиль безопасно. Чего он тебе? А ты Москву укуси, да? Свяжись, так сказать, с ядерной. Ой, вы знаете, Лави Лавиевич, помните письмо Кутирышу мы с вами обсуждали, которое я опубликовала? Ой, давайте мы тут вам уступим, тут, ой, а еще вот. То есть, сильный мир всего побеждает, видите как, масштаб и сила, а не неправда или там гуманизм и так далее. То есть, естественно, слабеньких помельче травить проще, нежели крупненьких, понимаете? Неизвестно, что прилетит, возьмут новичком, а травят. Поэтому вот и получается, это не только двойной, десятерной стандарт. Потому что все эти организации прогнившие до мозга костей. В них нет ничего, чтобы было бы направлено на эффективность, ради которой они созданы. Отвоз и ООН, и заканчивая Красной Борисой. Ну да, они больше не являются не только эффективным инструментом, но вообще инструментом даже. Ну хорошо, а как вы оцениваете общую температуру по больнице? Смотрите, вчера Шольц, первый европейский лидер, заехал в Израиль. Понятно, Байден прилетел. Шольцу даже пришлось в аэропорту некоторое время полежать на земле, потому что... Ничего страшного. Да, Германия перебросила на Кипр элитный спецназ для возможной операции в Газе. А сегодня Госдума в России проголосовала за ядерные испытания. Да, оно и предполагалось. Да. Но вот как вы оцениваете вот все это, так сказать... Ну, температура растет. Температура растет. Больной болеет сильнее. То есть, как бы, международная безопасность сильно поколеблена, сильно пострадала в результате всего этого. И заметьте, повторяю, ведь что предпосылкой? Да, прежде всего, это война устроенная, затеянная в Украине в феврале прошлого года. Значит, так можно 20 месяцев назад. Так, оказывается, можно. Взять и напасть. Постоянный человек в безопасности права вето стране-учредителе ООН может напасть на соседнюю страну. Оторвать куски, значит, перебить полмиллиона населения, ну, и тех, и других. Об этом Гардиан писал. Да, я сейчас основываюсь не на своей цифре, там, часто меня попрекают. Но Гардиан написал, других источников нет. Мы как, в общем, верим, мы понимаем, Генштаб ДСУ опубликовал, что там уже под 300 или сколько тысяч погибших российских геносуджек за весь период. То есть, я к тому это говорю, что, конечно, в этой ситуации, ну, в общем и целом, мы видим, что мир приходит в нестабильный положение. Такое, знаете, разбалансированный сильный. И каждый новый конфликт, вот, продолжение его 7 октября, опять же, кто это сделал? Если бы, вот, сказали, вот, Израиль взял ни с того, ни с чего, начал ракетами оттреть газу, перебил, значит, тысячу человек. Зачем вот мы веселились, отдыхали, грелись на солнышке, и эти ублюдки-сионисты, значит, нас... Ну, погодите, ну, опять, ну, а зачем вы напали? Кто вам сказал напасть на юг Израиля? А мы вот так захотели, а мы вот дискотеку всю перерезали 240 человек. Зачем вы это сделали? Ну, люди отдыхали, все, вот, ну, зачем вы это сделали? Вам кто-то сказал? Значит, кому-то это надо? Безусловно, подогрев ситуации идет с разных сторон. Но прежде всего со стороны тех, кто больше всего в этом заинтересован. Москва сейчас, на сегодняшний момент, политически является значительным выгодоприобретателем от этой ситуации. Значительно. Ну, посмотрите, как он сияет, как пятачок у Северопеда. У меня есть впечатление, что Москва является центром сегодня вот этой раскачки, потому что, да, он в приподнятом настроении в последнее время, там, сияет, как самовар, и там все время рассказывает, кто как должен жить, и получает от его поступления несколько лет. Он чрезвычайно доволен тем, что он нашел общий язык с Китаем, что он, так сказать, что все происходит где-то там. Вот силы ООН сегодня, я знаю, покинули. Ливан, который охвачен беспорядками, а Бехлиасбала сказал, что будет 18-го числа День Гнева. Я думаю, что ему все это нравится очень, понимаете? Потому что об Украине в информационном пространстве практически уже никто не говорит, понимаешь? А ему это и нужно. Но это очевидно, что для него любая такая раскачка ситуации, она выгодна. Он приобрел возможность отвлечения внимания от театра в Украине. Это очевидно, да? То есть сейчас оно рассеивается и на Ближний Восток, и там опасность возгорания конфликта в масштабе глобальном и так далее. Это ему выгодно. Второе. Он пытается себя продать в качестве миротворца. А давайте я, поскольку у нас контакт со всеми сторонами, он даже позвонил Даняху, давайте я решу вопрос заложников, будущей мирной конференции. Мы же участники Ближнего Восточного квартета. Ну, а вы нам Украину все-таки оставите. Ну, вы понимаете, что это недвусмысленно прям так и говорится. Ну, дурак Медведев это озвучивает, не говоря уже о всех остальных. Песков говорит, а у нас мирный план, мы его сейчас дорабатываем. Мирный план они уже доработали, понимаете? Уже мирный план. То есть, ну, совершенно очевидно. Это и выход из изоляции. Это уже размен на какие-то ништяки, которые он может получить в качестве этого главного миротворца-посредника. Это, значит, внимание мировой прессы. Вот, вы же вот видите, я вот, значит, вот такое заявляю, сякое заявляю. Его благодарят эти вот, Хамас благодарит. Вот видите, значит, у нас там с ними не просто так все. Они же к нам ездят, мы же вот их принимаем и так далее. То есть, это, ну, такая... Иранские газеты, иранские газеты только Путина и показывают. И только... Ну, иранские, да, но это и в мировых СМИ происходит. И в мировых СМИ происходит. То есть, он как бы притянует на роль важнейшего актора на этой ближневосточной драме. В этой ближневосточной драме. И поэтому, конечно, он точно абсолютно является одним из главных выгодоприобретателей от этой ситуации. Главных выгодоприобретателей. Ну, мы, конечно, посмотрим, как это еще дальше будет развиваться. Потому что тут могут разные сюрпризы, конечно, произойти, и фокусы всякие. Поэтому еще 10 раз может измениться. Я уже говорил, что если, конечно, мы Израиль быстрее поворачивал костями. Посмотрим, о чем они договорятся с Байденом. То вот мое мнение, да, военная операция прошла бы гораздо быстрее, чем нас пугает, что она там стянется на месяц и так далее. Вот мое мнение, что это будет гораздо быстрее. Всего очень-очень многих причин. Соприкосновение с израильской армией, оно приведет как раз к решению. Во-первых, приказать ракеты оттуда литься. Во-вторых, так сказать, можно будет сильно поголовье Хамаса уменьшить уже в первые недели. Неделю-две, вообще из 10 тысяч там может остаться очень немного. Во-вторых, ну, как бы понимать, когда это уже все находится внутри, то боеприпасы, все остальное, это все осложняется. Существенно осложняется для Хамаса. Так-то они полновластные хозяева города, это квадратика, 40 на 6 квадратных километров, да. Ну, а так ты по подвалам рыщешься. Поэтому, видимо, Израиль держит. Первое, это заложники. И этим педалирует Москва тоже. А мы заложники поможем освободить. А это расследование на год. Вы же понимаете, эти 199 заложников будут отдавать лет 10. Конечно. Это не то, что если кто-то думает, в один день раз тебя посадили в автобус, отвезли. Нет. Никто вот так не отдаст. Они там не дураки. Долгие переговоры будут обеспечивать условия, будут посещать, там, представьте, ООН, Красного Креста, Хреноста. Вот это все будут к ним ходить. У них все хорошо, они серию там едят. Вот прям я уже вижу эту картинку. Журналистов, допустим. А вот мы с ними как хорошо обращаемся. Вот мы их там кормим, поем. А вот старушка, ну, полежи, полежи. Вы представляете, какая компания будет? Знаете, какая это компания и пропагандистская? Как Хамас о всех заботится? Да какой он вот заботливый. И вот и денег надо на заботу. Вы не подумайте. Мы не зверики. И мы вот такие. Это будет большой проигрыш. Потому что это институализирует, во-первых, саму эту систему отношений. Потому что так можно. Захватил заложники, как ни в чем не бывало. Имеем право. Мы резистенция. Мы сопротивление палестинское. Имеем право вот такой брать заложник. Как вообще брать заложник? Кто вам вообще сказал, что можно брать заложников? Вот. И это повторится все снова однозначно. Новые будут такие же масштабные теракты. Раз так можно, значит, будут это все делать. Ну, да. Потому что демократический мир освидетельствует о своей слабости. Да. Я вот думаю все. Представьте, вот в Китае бы вот так вот. Ворвались тысячи китайцев. Вы убили какие-нибудь там тайваньцы. Вы представляете же, что бы там сделали? Ну, да. И кто бы там читал. И никто бы даже не сказал ничего. Да. И на заголовки мировых газет было бы наплевать. Вообще. В подлане сообщили. Убитый миллион там, типа, знаете. Китай убит миллион. Пошли дальше. А что там у нас у, так сказать, новости какие-нибудь. Джей Зи или этого какого-нибудь. И все. И это в порядке новостей было бы. Вот что значит проблемность именно цивилизованного начала. Потому что оно ответственно за то, что делает. Ага. Вот мир не свободы. Он ни за что не ответственный. Он убил и пошел дальше. Вон. Чего они не заботятся о буйгурах, которые сидят в концлагерях в Китае. И, значит, их заставляют цитатники Мао заучивать и есть свинину. Понимаете? А что исламский мир помалкивает? А что это вот вы... Там 15 миллионов таких. Понимаете? И никаких акций протеста, да. Вообще. Вообще. А там им свинину говорят. Кушай свинину. И запрещают исповедовать ислам. А что никто не озаботился? Что никто не кипячнул? Что туда никто не поехал? Вот о чем речь. Понимаете? Все верно. Отказ России от запрещения ядерных испытаний. Вы считаете, что это просто такая распальцовка? Или это серьезно? Они что-то собираются испытывать, делать и так далее? Я думаю, они, конечно, готовятся к испытаниям наземным. Я не думаю, что они... Но это, на самом деле, обычная технология. Она же опробована на новой земле. Они же проводили эти испытания до всеобщего запрета. Последний, кстати, Франция испытывала в Новой Калейдоне. Скандал был страшный. Это при Жаке Шираке был. Страшно при покойном. Как можно все эти... И они в последний раз провели. Ну, ладно, провели. Там настояли. Все. И потом взяли тоже участие в запрете. Приняли участие в запрете и так далее. Москва, во-первых, отказалась законодательно. Ну, то есть, приняли эти нормы. Значит, изменили законы. Денонсировались. И, значит, собственно, с этого момента могут проводить. Каждый этот шаг они делают публично, замечу. Для того, чтобы дальше производить впечатление ужаса и риска снижения международной безопасности именно на Запад. Это делается для Запада. Украине вообще до фени это все. Проводят испытания. Проводят. Ей что? Ее бомбят. А на Запад это производит впечатление. Но, опять же, круги, кто принимает решения, властные, стеблишмент, они, конечно, отдают себе отчет. Они так легко не купятся на такой развод. Легко этого не будет. Но, тем не менее, факт остается фактом, что, конечно, Москва рассчитывает производить впечатление на Запад такое, чтобы он понуждал Киев к переговорам и прекращению всего этого моря. Это даже не скрывается. Кстати, новое слово в православии. Патриарх Кирилл. Благодаря ядерному оружию, цитирую, которое создавалось под покровом преподобного Серафима Саровского, Россия осталась свободной и независимой. Вот так вот. Православненько, я бы сказала. Он, значит, это в Сарове. В Сарове был центр ядерный, где создавались действительно технологически все. Там и Сахаров работал, там все известные. Сахаров, родоначальник водородной бомбы, это известно. Ну, там много на коллектив, конечно, участия. Конечно, Кирилл это удивительное явление. Вообще за всю историю патриаршества на Руси это самое выдающееся явление. Ну, во-первых, он агент КГБ. Ну, ладно, бог с ним, покаялся и, в конце концов, прощенным может быть и даже он. Он же черный монах, кстати. Безбрачие, целебат. Вы верите в такое? Ну, ладно, бог с ним, значит, он патриарх, да? Ну, стяжателин и так далее. Даже стяжательство можно списать, а мы наследники Иосифа Володского. Мы вот, церковь должна быть, прям, не вот это вот, Нил Сорский, а вот прям, ладно, даже и это можно списать. Но вот их жуткую, дичайшую воинственность против катехизиса, против догматов, против вообще православия, против христианства, это поразительно. Оправдать все, как я уже много раз говорил, истина выше Родины. Истина даже выше веры. Истина выше веры. Хотя она и есть зачастую. Почему? Потому что легко обмануться, легко повестись на вот эти, а это же мирские все вещи, они же не надличные. Мирские, вот это могущество, государство, независимость. Мы же слышали, что там надо претерпевать. И через вот именно это очищаться и не искать откровения. Мы вроде слышали, что не в богатстве и не вот в этом во всем благополучии нужно искать. Правда и истина. Для русского человека вещи центральные, на самом деле. А падиш-то нет. Оказывается, вот, понимаете, я все время вспоминаю, как отца Федора, вы батенька партейный, наверное. Батюшка партейный. Может и партейный. Понимаете? И вот она все там. И вот она, и даже не слышит, они сами себя не слышат, что там же показали, ему картину нарисовали, где он впереди троица. Вы видели это? Ну да, да, я видела это, да. Впереди троица он стоит в Патриархе с посохом. Ну как бы, это какая-то степень, такая даже и государствование, и какого-то вздаимства, такого, какого-то такого кандового, такого стяжательства. Так все очень просто, они никакого бога не верят. Бога не верят. Они знают, что там ничего нет, поэтому нужно... Приискивать здесь. Что прямо сейчас принесли там, я не знаю, на торговлю водкой с сигаретами, привели мальчиков, играли в кошки, и все, чтобы было хорошо. Я к этому и подводил. Я к этому и подводил. Веры нету, и все. И все осыпается, и вообще ничего не остается. Понимаете? Если действительно не веришь в Бога, в вечную жизнь, в спасение, в борьбу со злом, преодоление зла в себе внутри, то и ядерное оружие хорошо. Так они оправдают ядерный удар, он скажет, аминь. Так и надо. А что? А что? Сразу в рай или там куда? Понимаете? То есть, утрачивается главное. Утрачивается ради чего все? Ради вот этого мирского. И поэтому, в данном случае, мы уже такое видели. То есть, патриарх Кирилл нас не удивил. Ну, я бы сказала, что они своими руками сегодня хоронят православие. Потому что, да, одна шестая часть суши, там же больше всего православных, насколько я понимаю. Поэтому, и, собственно, так и закрывается эта история. Русские православные, церковленные люди, это вообще отдельный разговор, этому надо посвящать. Я как бы на это насмотрелся. У меня в роду были священники по русской линии, понимаете? То есть, я человек как бы с мест, где у меня все предки на церковных землях работали. Трудители никогда не были крепостными. Они были на церковных землях, там и так далее. А всю свою жизнь. То есть, и Рязанской области, откуда у меня по матери линия. И я как бы с детства по церквям вот так находился. Вот прям с самого раннего детства я и церковь, и это почти одно и то же. И, конечно, то, что я насмотрелся в свою жизнь, что я себя представляю. И маленьким я уже понимал, что люди, вот эта бесноватая публика, которая принята считать бабки, они всегда там были. Но это же не вчера началось. Не вчера, не вчера. Знаменитая фраза Герцена. Русский мужик одной рукой крестится, другой зад чешет. Это же еще когда Герцен говорил об этом. То есть, я думаю, что он имел не в полном смысле слова, хотя и в полном. Нет, ну и переносное здесь значение имело, что и... Поэтому нам из иконы что дубина, что икона. Понимаете? Так что вот так. И это повреждение общее. Мне кажется, оно большое. А я понимаю, ничего сказать. Это выйдут вероотступники, эти вообще, не пойми роду племени, значит, еще будут нас судить. Да нет, дорогие друзья. Истина, повторяю, она выше всего от вашего. Вот этого. Понимаете? Истина-то она выше. Поэтому там уже нет чувствительности к этому, что такое не надо говорить. Что как бы война, убивать православных соседей, так сказать, христиан, украинцев. Это же вообще как бы... Он же ни разу фактически не сказал ни слова про это. Закончим приятно, Марк. Так, украинская... Хоть Путин и сказал в Пекине, что украинское наступление на южном направлении захлебнулось. Но, тем не менее, сегодня уже пишут в паблике о том, что украинская армия форсировала Днепр. И наступает на левом берегу, да. Под контроль взяли село Поймы и рядом с село Песчаном. Поэтому ждем, что там нам будет говорить генеральный штаб. Но, совершенно очевидно, большой успех это атака Атакамсов на аэродром. Точно, абсолютно. Раз он даже сам об этом говорит, что Атакамса зачем поставляет? Мы же, типа, если мы проиграли, то зачем Атакамс? То есть я так и не понял, куда втекает, как у него работает дедукция, я не понял. Значит, почему надо поставлять только в том случае, если Москва не проиграла? Какая разница? То есть идет война, идут военные поставки. А вы как используете баллистические ракеты? У вас же тоже они есть. Вы их используете, потому что Украина проиграла или выиграла? Я не понимаю этой логики. Просто ему, конечно, докладывают. Он более или менее понимает, что с Англией там вертолеты в Бердианске на аэродроме, еще что-то. И он же ведь закончил-то чем? А вы, говорит, не надо больше им поставлять. Давайте, кстати, не надо поставлять. А почему не надо поставлять? Ну, просто не надо поставлять, давайте ему переговоры. Какие переговоры? Ты же не идешь на какие переговоры без предварительных условий, которые обязательны. Поэтому, естественно, это его гнетет. Это его, безусловно, тревожит. Потому что, если так работают эти атакамсы на 165 километров, кассетные, а что же тогда с трехсоткилометровыми будет, где там вообще разлет один метр и, честно говоря, мало чего остается вообще. Если от этого так плохо все, то что будет от последних модификаций? Да вот ждем с нетерпением, потому что 20 атакамсов-то хорошо находят. Но это ничтожество. Хотя бы 200 или 2000. Ну, конечно. Я думаю, что войну можно было гораздо быстрее его закончить, вот если бы мы получили это оружие. Я уверен в этом, но будем надеяться, что американцы из Ближневосточной всей этой истории тоже сделают выводы. Но мы надеемся. А как там пойдет, посмотрим. Но в любом случае, конечно, это вот... Вообще, это секрет. Не должны сливать, сколько ракет поставить. Но если их реально поставляют, 20, там, где я видел, 12, 18, это ничтожно мало. Ну да, хотя, может, это ИПСО, знаете, а может, их 200 поставить. Может быть, может быть. Я оговариваюсь, я говорю только, ссылаясь на публичные точки, если они правдивы. Если нет, то, извините, нет, вопросов нет. Значит, 200 и 200. Но если действительно, я повторяю, 20, это несерьезно. Это мало. Ну, просто мало. Так и есть. Ждем оружия, как всегда. Спасибо большое, Марк. До встречи. Да, до свидания. Всем всего доброго. Да, до свидания. До свидания.